Ну давайте усаживаться. Ну в общем да, отличный проект, отличный проект и просто действительно возможность принимать участие в любом фестивале. Это всегда море возможностей. Я думаю, те, кто участвовали хоть в одном фестивале, хоть в одном каком-то опен-эйре, хоть в одном каком-то творческом процессе, они всегда сами меняются. Вот это бывает там один день, пять дней, ты открываешь только возможности в себе, в окружающем мире, что это просто потрясающе. Будет здорово, если будет возможность реализовать все эти спектакли. То есть вот сейчас победила из четырех спектаклей три. Будет очень здорово, если все эти три спектакля получат грантовую поддержку и они будут реализованы на сцене нашего театра. Это будет здорово, потому что люди смогут, молодежь сможет увидеть спектакли от молодежи. Мы, ребята, отработали свои шансы, мне кажется. Наработали свои возможности, вначале написав заявку, потом, нет, вначале узнав про нее, разузнав, разведав, потом написав ее, отправив, все себе наработали, поставив, узнав обо всем. Ну, тут, конечно, без этого не обойтись. То есть в этом плане, конечно, я с тобой не могу не согласиться. Есть даже люди, мне кажется, определенная категория людей, которые заточены на поиск грантов. Они настолько вот сосредоточены, где бы поймать вот этот шанс. Я не знаю, ты качнул головой, у тебя есть какой-то пример? Безусловно, у нас и среди студентов есть очень много таких, особенно среди молодых ученых, ребята, которые постоянно следят за различными информационными порталами, за всеми новостями в этой среде. И не упускают любые возможности для того, чтобы поехать на какую-то конференцию, чтобы там засветиться, с кем-то познакомиться, да, чтобы использовать это как-то в дальнейшем, да, или выиграть какой-то грант на реализацию какого-то проекта. Вот про таких людей, наверное, говорят карьеристы, когда человек планомерно где-то что-то выискивает, какую-то возможность использовать свой шанс и так далее. Им просто никак по-другому не выжить. Мы же в прошлой программе говорили о том, что если не гранты, то им никак. Совершенно верно. Со мной, кстати говоря, вот за прошедший год очень чудесная вещь случилась. Я просто получил по электронной почте письмо. Я 10 лет не общался с одной определенной конторой в своей сфере деятельности, да, и мой электронный адрес просто был в какой-то базе данных. И вот я просто получил рассылку с приглашением принять участие в конкурсе. Я просто написал заявку. На эту заявку мне ответили и пригласили меня на учебу в Академию Deutsche Welle. И после этой учебы, выполнив определенную работу, я совершенно уже, как бы, ну, не попав там в короткий список, вдруг через полгода получаю телефонный звонок. Ага, Алексей, здравствуйте. Вы проявляли вот некую активность. И мы хотим вас пригласить уже на учебу в Институт Фойо, в Швецию, в Данию. И таким образом, собственно, совершенно неожиданный звонок просто принес для меня возможность очень многим вещам научиться у специалистов уже совершенно другого европейского уровня. Ммм, как интересно. Но все равно активность получается, наверное, какой-то проявитель для того, чтобы... Ну, изначально, наверное, я как-то заявил в этой конторе, не просто же так, а не всем же они подряд, вот прям вот все... Прям вот всем рассылка. Это рассылка, понимаешь? Не верю, ни за что. Рассылка. Я знаю своих коллег, которые пропустили это письмо просто мимо, совершенно не обратив внимания. И потом были даже, можно сказать, шокированы, что оказалось, что мало того, что это была возможность, так это была еще совершенно бесплатная возможность. Есть возможность вообще у каждого человека в этом мире. Есть интернет. Вот все, что ты делаешь, ты можешь выкладывать. Что с тобой случится дальше, одному богу известно. Ты можешь собрать ноль лайков, да? А можешь собрать несколько миллионов. Всю жизнь за лайки. Вот для творческих людей, мне кажется, вот эта возможность и вот это представление о шансе, о том, что тебя должны где-то заметить, потом где-то продюсировать и потом продвигать. И вот главное, чтобы кто-то тебя заметил, нужно выступать. Она абсолютно девальвировалась, шансов для них нету, потому что сейчас есть интернет, и это уже не шанс. Это абсолютно реальная возможность, абсолютно понятная для всех. То есть ты сделал видео, выложил его в интернет и собираешь просто просмотры и становишься известным, как Петр Налич, да, который буквально за месяц там выложил абсолютно какое-то непонятное, непрофессиональное, странное видео с абсолютно странной какой-то песней. И вдруг за один месяц стал невероятно популярным, поехал на Евровидию и так далее. Это не шанс, это просто открытая возможность. Кто-то это сделала, кто-то этого не сделала. Нет, открытая возможность просто выложить. Но шанс-то заключается в том, что тебя уже дальше либо замечают, либо не замечают, и ты этим шансом пользуешься. Если тебя не заметили, тебе нечем пользоваться. Если тебя заметили, ты либо этим пользуешься, либо не пользуешься. Но шанс воспользоваться тебе все-таки предоставляется. Давай с тобой сделаем видео и стали популярными. Ради бога. Только вот, допустим, я наберу 5 миллионов просмотров, а ты 50. Так кому из нас шанс-то появляется? А вообще главное ли в этих просмотрах? Я-то вот все возвращаюсь к теме о том, что вот с творчеством. Тут просмотр – это некий бизнес, это возможность заработать. То есть ты продюсируешь что-то. А есть вещи, которые, ну, я не знаю, живут в тебе, но ты не знаешь, как их реализовать. Ну, просто потому что у тебя есть желание что-то сделать. Ну, вот самому создавать свои возможности. Опять же, возвращаясь к Тайболе, которая, фестиваль, они там экологический, волонтерский, творческий, арт-фестиваль. В общем, чего там только нет, каких-то вот этих определений. Ребята сами создали свой фестиваль. Начинали, первый раз поехали 50 человек. На следующий год поехало 500 человек, в 10 раз больше. То есть вот она, возможность, которую они для себя открыли, там, самим создавать какие-то арт-объекты вокруг себя на берегу Белого моря. Возможность, которую они создали для других людей, проявить себя, то есть выступить музыкантам, которые совершенно неизвестны, кому-то научить, кому-то научиться. То есть как бы сами создают эту возможность. Ниоткуда не ловят, ниоткуда, а сами делают то, что нужно. Вот интересно тоже в этом плане. То есть мы сегодня с вами уже говорили о фестивале искусств, который поддерживается университетом. Потом вот фестиваль, как раз вот эта творческая лаборатория для молодых режиссеров, которая тоже имеет большую поддержку. Вот этот фестиваль, он в принципе основан, насколько я понимаю, на силах людей, которые просто вот захотели что-то сделать. Как, почему Тайбола вдруг стала вот такой востребованной? Сейчас мы узнаем, поскольку ребята к нам пришли. О, уже пришли? Мы вас оставим ненадолго. Пойдем пообщаемся как раз с организаторами, участниками фестиваля Тайбола. КОНЕЦ Итак, пришло время подвести небольшие итоги. В последнее время я и конкретно волонтеры, которые помогали строить фестиваль, очень мало спали, поэтому оперативная память наша равна максимум 50 минутам. Поэтому мы подготовили бумажку, по которой мы будем вести рассказ. Итак, что мы хотели и чего добились. Что хотели? Фестиваль. Фестиваль состоялся. Сделали его с размахом. Мне кажется, покрыли пару квадратных километров, построили не так много арт-объектов, зато построили аж три сцены. Кафешку, чайную, кучу вспомогательных вещей. Собрали людей? Собрали. Сюда приехали люди из Москвы, Питера, Калуги, Вологды, Пскова, Киева, Ростова. Семь городов, помимо Северо-Архангельска и Новодинска. Я думаю, что это хороший выхлоп, информационный на всю Россию, и в следующем году у нас будет еще круче, еще больше людей. Даже останавливать неохота. Классно. Этот инструмент тоже принимает участие в Open Air? Он открывает что-то там или нет? Принимают участие, он будет там звучать, и я даже буду рассказывать, как надо играть, буду заинтересованных. Поэтому обучать, как это делать. То есть есть шанс у тех, кто поедет на Тайбул 2013, научиться играть на диджериду? Какие еще есть шансы у людей, когда они попадут на Тайбул? Или может быть вообще изначально? То есть мы сегодня говорили о шансе как таковом. С вашей точки зрения, что такое шанс? Шанс для… ну тут надо разделять. Если для местного народа, да, Северо-Архангельска, приехать на Тайбул, это шанс, чтобы увидеть, что у нас красиво, интересно, у нас замечательные культурные мероприятия, адекватные, современные проходят. То есть шанс понять, что счастье за углом. Шанс для тех, кто приедет из других регионов, Москва, Питер, например, там даже девушка была из Алматы или Киева в прошлом году тоже кто-то был. Шанс увидеть Белое море, потому что Белое море – это весьма такое интересное географическое место. Белое море – это одно из единственных русских морей, которое все еще является внутренним морем. Шанс удивиться, удивиться, что русский север, он еще как-то сохранился, и этот русский дух, такой, которым кто-то когда-то слышал, он все еще есть, именно поэтому его там можно прочувствовать. То есть такая соровая природа, много труда, но в итоге на выходе праздник. Шанс для наших административных работников и власти увидеть, что люди тоже самостоятельные, в хорошем смысле готовы что-то дарить без указки, что-то делать. То есть это желание делать от того, что мы не можем не делать. Шанс для сотрудников внутренних органов увидеть, что все люди неформальной внешности не обязательно являются какими-то маргиналами, они, скорее всего, добрые, пушистые. Я вот хочу показать… Один из объектов, ключевые тайбулы, был создан как раз именно милиционерами. Они так присутствовали, как именно, как правоохранительный орган, да? Ну, на фестивале они занимались своей работой. Нет, ну вот этот объект… А вот это отдыхающие милиционеры. Да, это отдыхающие милиционеры. Вот этот велосипед, они любят активный отдых. Активный отдых, в общем, они сделали велосипед, и прямо этот велосипед нам притянул велосипедистов. У нас появилась велостоянка, да? То есть фестиваль – это такой портал и шансов огромное количество. Это, можно сказать, детская песочница. Вот вы вернулись в пять лет, да? И очень много разных игрушек, каких хочешь, и все добрые. И ты приходишь, бас, и вот они все. Разом и бесплатно, вот. Хотелось бы обратиться к художникам, к местным, даже, наверное, больше, чтобы ребята не боялись, приезжали, что-то делали. Потому что наше море, оно достаточно… Оно очень богатое. Богатое по ресурсам, богатое по материалу, который лежит под ногами. То есть можно просто ходить и на него смотреть. В принципе, ничего с ним не делать, это уже красиво. Но если немножко применить голову, подключить руки, то можно сделать не менее красивые объекты, чем дарит нам природа. У нас фестиваль свободный. У нас фестиваль свободным входом. Фестиваль свободы – это, может, главное слово, которое в этом фестивале должно быть. То есть никто никого не ограничивает. Есть, естественно, какие-то правила, потому что они должны быть. То есть фестиваль свободный в плане творчества. Проще всего, конечно, разрушать, но фестиваль делает для того, чтобы мы созидали. И вот ребята приехали сюда, соорудили из этого всего удивительные какие-то скульптуры, монументы. А потом здесь зазвучала музыка, приехали люди, создалась такая неповторимая атмосфера, такой праздник посреди лета, праздник на нашем севере, на время белых ночей в этой удивительной природе. Это просто очень круто, ни на что не похоже. Ну, фестиваль направлен на то, чтобы люди занимались творчеством. Но в этом году мы хотим сделать свой такой упор на строительство сцен. То есть все фестивальные объекты мы хотим сделать как артовые. А строительство различных скульптур отдать именно художникам, дизайнерам, архитекторам, каким-то профессиональным, либо с каким-то опытом, чтобы уровень какой-то сохранялся. Но на самом деле творить может каждый, и приехать, и поучаствовать в мероприятии может каждый, и самореализоваться может каждый, сменить свою социальную роль может каждый. Вот сейчас журналисты приехали туда и стали поваром. Повар приехал и стал, я не знаю, там, копирайтером. Копирайтер приехал и кем стал? Я не знаю. Как раз к теме, о которой мы сегодня говорили, о том, что вот возможность попробовать себя в чем-то другом, вот этот шанс открыть свои какие-то новые возможности, получается. А вот была возможность, ну, я не знаю, какой-то фидбол получить, чья-то судьба, она уже вот за эти, там, два года, которые вы туда ездите, да, может быть, изменилась, может, кто-то открыл себе что-то творческое и остался в этом творческом, да, забросив, там, я не знаю, серьезную рутинную работу копирайтера. Милиционер. Милиционер, как вариант. Ну, это потрясающая история, правда? Ну, я за всеми не слежу. Могу сказать, что наш друг, тоже Паша Перцев, который сейчас в Москве работает, зарабатывает деньги себе на лето, да, он... На тайбл? Ну, на жизнь, наверное, скорее, а не на тайбл. Он в том году демобилизовался и сразу еще не поменялся там в паспорт, не встав на воинский учет, он приехал к нам на один день помочь разгрузить машину и остался там, сколько, ну, на весь месяц. Вот, но он так был творческим парнем, а тут совсем ударился в творчество с головой, вот пример. Были люди, вот самое интересное, что я многих кого знаю в Северодвинске, да, были люди, которых я никогда не видел раньше, которые приехали, влились, и для них это был шанс прикоснуться к каким-то фестивалям, которые проходят в центральной части России, да, ну, к другой жизни. То есть не все могут себе позволить покататься автостопом там 4 месяца, что-то увидеть, что где-то происходит. То есть мы нормальный такой культурный срез, культурные течения, которые сейчас происходят, ну, в общем, во всем мире, и в России в том числе, взяли и вот нашу железнодорожный тупик и принесли. То есть я все ездил куда-то, ездил, 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 вот так, хватит, мы тоже хороши. Хоп, и теперь съедут к нам. Миф о том, что фестиваль закончился, а мусор остался. На самом деле все совсем не так. Это идет дождь, ночь, волонтеры и организаторы по-прежнему здесь, и навряд ли кто-то отсюда уедет, пока мы не наведем окончательный порядок и чистоту на берегу Белого моря. Я думаю, что многие, кто ездит по разным Open Air фестивалям по России, знают, сколько мусора остается во время мероприятий и после. У нас, наверное, один из самых чистых берегов, ну, на моей памяти вообще за 9 лет активных путешествий по России. Все, что мы не убрали на данный момент, мы уберем чуть-чуть позже. Ну, фестиваль заявлен как экологический, и тут можно немножко пояснить. Вот, мы все то, что тут нам выбрасывали, посетили фестиваля, все тщательно прибираем, сортируем, прессуем и так далее. Вот, и мы будем как раз все это фиксировать, фотографировать, постить в интернете о том, что как правильно утилизировать мусор как неправильно, и таким образом как-то повышать потихонечку культуру людей. Можно ходить на работу каждый день, платить за свой кредит, за свою машину волшебную, летать там в эти несчастные Турции и Египты, замыленные, лежать в отеле, приезжать обратно, ходить на работу. И так, зачем все это, если нет чего-то большего? Вот, как раз, культурная миссия фестиваля направлена на то, чтобы сказать, ребята, есть что-то большее, оно во всех нас есть, и ничего не стоит хотя бы 2-3 дня в году пожить по-другому, да? Ну, с моей стороны... Но сам фестиваль ведь у вас не 2-3 дня. Фестиваль, конечно, есть внутренняя часть, которая начинается, она уже идет, да? Строительство начнется с 1 июля, к 12, я думаю, закончим, и потом разборка, это еще недели-две, да? Те, кто обладает временем свободным, они могут приехать на один день, а могут приехать на целый месяц. Нет, я сама вот именно активную часть вот этого фестиваля, куда могут приехать, ну, не знаю, те, кто посмотрели, да, сейчас на очень разговорах? Вот как раз приехать люди могут, начиная со строительства, то есть, собственно, фестиваль, события, вот как фестиваль, происходит 3 дня, когда там происходят какие-то концерты, конкурсы... Мне почему-то кажется, что это постройка скульптуры, но само строительство вот объектов, потому что нужно очень много у себя построить, сцены, кухню, кафе, ярмарку и так далее, это все строится руками волонтеров, и вот здесь мы тоже никого не ограничиваем, то есть, можно приезжать уже с 1 июля, брать в руки топор, лопату и вперед строить. А кто вообще может к вам приехать? Кто угодно. Приехать может каждый, да, то есть, может приехать и трехлетний ребенок, и 90-летний там старик, и всем будет интересно. Конечно, в основном, это молодежь, и я считаю, что молодежь уже работающая, там, от 20 до 30 лет, в первую очередь, да, у кого еще много сил, и кто готов там подержать в руках какие-то инструменты. Но это не только трудотерапия, это просто такое массовое сотворчество, да, то есть, можно пирожки печь так искусно, что 2000 человек тебе скажут, боже, как это интересно и красиво там, как здорово, а можно гвозди с искусством забивать, да, а можно под руководством нашего главного креативщика Александра Менухова, художественного директора фестиваля. Художника Северодвинско-Архангельского теперь уже. Взять и поучаствуй в строительстве тех же самых арт-объектов, украшений и так далее. То есть, вот есть некая трудотерапия. Здесь есть такой шанс с абсолютно любыми навыками найти себе применение. Да, конечно, конечно. Если ты, мегаинженеры, можешь построить какую-то суперконструкцию нам помочь, это очень хорошо. Если ты не умеешь ничего, у тебя все из рук валится, даже такому человеку найдется все равно. Все равно что-нибудь дополучится. Все равно что-нибудь получится обязательно. Есть синергетический эффект, когда много людей с каким-то одним устрелением оказываются вместе и что-то получается совершенно спонтанное. Конечно, конечно. То есть, ты можешь раскрыть себе то, даже чего, о чем ты не знал? Да, да. Ты можешь приехать с полным убеждением, что у тебя нет способностей, но при этом ты там проявишь все. Конечно. Собственно говоря, самые главные герои фестиваля это те, кто приехал и так, ну, я не знаю, что делать-то надо. И просто взяли и через три дня они уже умеют все. Наверное, да, такой самый для вас, по крайней мере, наверное, самый зримый эффект, когда человек нашел себе вот некую сферу применения. Вот это, кстати, радость увидеть результат собственного труда, когда вы занимаетесь какими-то виртуальными делами, да, там интернет, статьи, там что-то, реклама, а тут вы сделали мост через ручеек и через этот ручеек люди ходят не вброд по пояс, а ходят через ручеек и все радуются. И вот это вот счастье от того, что ты что-то сделал и увидел, это работает, это кому-то нужно, это стоит дороже, чем там зарплата копирайтера. Фестиваль в 2013 году будет, несмотря ни на что. Я думаю, что он будет еще больше, круче, сильнее и интереснее. Обязательно приезжайте, обязательно помогайте и участвуйте. Самое главное, это вливаться в волонтерское движение, это в тысячу раз интереснее, чем быть просто зрителем и потребителем. Идея волонтерства очень интересная и очень, мне кажется, правильная у нашей ситуации. Можно вечно лежать на диване и пенять на других, что ничего не делается, мусор не убирается. Но можно включить силу намерения и приехать и сделать это самому. Приезжайте к нам сами, поживите здесь недельку в палатке, искупайтесь в Беломоре, пообщайтесь с кучей народа из разных городов России. Почувствуйте всю эту атмосферу и все поймете, в принципе, сами. Здесь очень клево. Возвращаемся к корням. Мне кажется, что когда 500 человек, что ладно, еще можно, но вы же планируете развиваться, чтобы иметь больше и больше народа. И для всех найти какую-то работу, применение, это сложно. Ну, фестиваль здесь строят не 500 человек, да, скажем честно, его строят 10 супергероев, 20 еще супергероев. И человек 70 сочувствуют. Героев поменьше. Да, героев поменьше. Вот и все наши активы. А готовы их умирать на своем месте, там заработают, там их пятеро. Остальные 400, что они делают? Вот скажите вот об этом. Это волонтерская часть, те, кто приехали строить. Они приезжают, ставят палатку и идут гулять. Наслаждаются видами Белого моря. Они купаются в море, слушают музыку. Музыку. То есть вы ждете музыкантов? То есть у вас как это все? То есть еще есть возможность участвовать с каким-то музыкантом? Да, да, да. У нас есть еще обязательно будет площадка с мастер-классом, где он чем-то может научиться. Будет спортплощадка, где вы можете позаниматься какими-то хороводами русскими народами или там на турниках попрыгать. Будет книжный шкаф, это пространство, где можно почитать книжки и обменяться книжками бесплатно, либо взять себе что-то на память. Будет детская площадка. На детской площадке детей море, а взрослых еще больше, потому что им так радостно вот эта песочница играть, про которую я говорю. Серьезно, она будет. Будет киноплощадка, где какие-то анимационные фильмы, может там экологического содержания фильмы будут проходить, будет игротека. То есть возможность взаимодействовать друг с другом, общаться, при этом играть в какие-то настольные игры. Сейчас их очень много разных. Это то, что я вспомнил. Будет две основных музыкальных сцены, фестивальных, и еще одна, скорее всего, свободная, где с какой-то все-таки с легкой модерацией, да, там, легким отбором, смогут выступить начинающие музыканты, найти себе какую-то аудиторию. И будет самое интересное, что будет Белое море, и будет песок, и будет погода там, хорошая, плохая, добрая, не знаю, это будет приключение. И человек, попадая туда, он, мы наставили много таких ловушечек. Чтобы ему было не выбраться. Конечно, конечно. Не будет вопроса, зачем я сюда приехал. Люди ходили вот такие. Как я жил без этого? Да, с нас не просили 2000 рублей за билет. Меня там... А сколько просил за билет? Ни сколько. Ни сколько? Ни сколько. В свободном порядке, да? Абсолютно. Да. Субтитры подогнал «Симон»